Победа в знамя И гордимся бессмертным подвигом И мужеством людей Тех, кто в бою не дрогнул Не смирился И отстоял честь Родины своей И никогда народ наш не сломает Не устрашит ни горе, ни беда Победы знамя нас объединяет Так было, есть и будет так всегда Победа в знамя Под Москвой окопы Словно раны велитой весны Да в лесах партизанские тропы Сквозь бурьянца еще ветры Это было, конечно, было Будто время вернулось вспять Но победа дала нам силы Познавиться и пора цветать Нет в России родных и близких Чью судьбу не нашла бы война Одинокие пабелиськи Под узкневшие ордена Никогда бы событий не вправе Чем обязаны под живым Над Днепровской той переправе И под плесном всегда живым Разольется вода весною По ростольным родным лукам За страна крещена войною В каждом сердце российском драм Это было, конечно, было Будто время вернулось вспять Но победа дала нам силы Возвратиться и процветать Это было, конечно, было Будто время вернулось вспять Но победа дала нам силы Возвратиться и процветать 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 Я иду Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть каждый русский знает свой совет В тот майский день забудутся все меды На нас пусть смотрит целый свет Мы празднуем величие победы Наденут ветераны одина И на груди на труб не дали Гордится ветеранами сона Они победу отрешали Пускай садоры мы глаза горят Пускай забудутся все меды Пускай стремятся ветераны на парад Мы празднуем величие победы Пускай садоры мы глаза горят Пускай забудутся все меды Пускай стремятся ветераны на парад Мы празднуем величие победы Но с каждым годом их короче ряд Не все мужу руки давят розы Приходят ветераны на парад Не пряча седины и слезы Наденут ветераны одина И на груди на труб не дали Гордится ветеранами сона Они победу отрешали Пускай садоры мы глаза горят Пускай собудутся все меды Пускай стремятся ветераны на парад Мы празднуем величие победы Пускай садоры мы глаза горят Пускай собудутся все меды Пускай стремятся ветераны на парад Мы празднуем величие победы Пусть каждый русский знает свой совет В тот майский день забудутся все беды, На нас пусть смотрит целый свет, Мы празднуем величие победы. Наденут ветераны ордена, И на груди натрут медали, Гордится ветеранами страна, Они победу отвершали. Пускай садором их глаза горят, Пускай забудутся все беды, Пускай стремятся ветераны на ворот, Мы празднуем величие победы. Пускай садором их глаза горят, Пускай забудутся все беды, Пускай стремятся ветераны на ворот, Мы празднуем величие победы. Победы, 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 победы. Добрый день, дорогие друзья! Вот уже 76-й раз в нашей великой стране звучит гордое «С Днем Победы!» И это благодаря вам, присутствующим сегодня в нашем зале участникам боевых действий и труженикам тыла. Огромное вам спасибо от всех, живущих сегодня под мирным небом. С праздником! Внимание! Просим всех встать! Торжественный марш знамен! Государственный флаг Российской Федерации, флаг Пензенской области, Знамя 354-й Калинковической, ордена Ленина Краснознаменной, ордена Суворово-Стрелковой дивизии и Знамя Победы внести! Знамя 354-й Калинковской, ордена Суворово-Стрелковой дивизии и Знамя Победы внести! Знамя 354-й Калинковской, ордена Суворово-Стрелковой дивизии и Знамя Победы внести! Знамя 354-й Калинковской, ордена Суворово-Стрелковой дивизии и Знамя Победы внести! Знамя 354-й Калинковской, ордена Суворово-Стрелковой дивизии и Знамя Победы внести! Святой долг каждого жителя Сурского края. И мы уверены, что город Пенза безусловно достоин этого почетного звания. На сцену приглашается временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Владимирович Мельниченко. Великой Отечественной войны Это великий, священный праздник для всех граждан нашей огромной страны. 9 мая 1945 года по московскому времени вступил в силу акт оккупитуляции нацистской Германии и наступил в долгожданный мир. Это был триумф справедливости. Враг, целью которого было уничтожение и разрушение, был повержен. Напомню, что план Ост Гитлера предусматривал тотальное порабощение и планомерное истребление всех народов, населявших Советский Союз. Если бы наши предки не встали на защиту Родины, не бились бы за нее до последнего вздоха, нас просто не было бы. Мы не вправе забывать о подвиге наших дедовцев. Им, поколению победителей, принадлежит главная роль в уничтожении фашизма. Они освободили не только родную землю, но и страны Европы. К сожалению, некоторые начинают про это забывать. Мужество и беззаветная храбрость наших солдат, талант и мудрость командующих армией и флотов, стойкость и самоотверженность мирных жителей это незримые, но реальные составляющие нашей общей победы. С первой войны в военкоматы Пензенской области поступило свыше 5000 заявлений от граждан с просьбой отправить их на фронт. Всего за годы войны на территории края было мобилизовано 312 тысяч человек, в том числе 7 тысяч женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Пензенцы были активными участниками войны на каждом ее этапе. Многие из них совершили подвиги. 22 июня 1941 года Германия обрушила массивные удары по советско-германской границе. В числе первых встретили врага пограничники 9-й заставы 17-го Брестского погранотряда, которым командовал уроженец села Селикса Андрей Митрофанович Кижеватов. Стойко стояли на защите границы на Одесском направлении бойцы 26-го погранотряда под командованием Алексея Александровича Маловского, уроженца Каменского района. В жестоких воздушных боях сражались летчики, выросшие на Пензенской земле. Среди них командир эскадрильи старший лейтенант Николай Васильевич Терехин. Огненные тараны против скопления вражеских танков совершили капитан Виктор Васильевич Анисимов и лейтенант Константин Ефремович Анохин, за что посмертно были удостоены звания Героя Советского Союза. Какими бы путями не попадали пензенцы на фронт, они проявляли себя настоящими героями. Героем Сталинградской битвы является командир взвода Василий Дмитриевич Кочетков из Беднодемьяновска. На Курской дуге отличилась 11-я танковая бригада, которой командовал наш земляк полковник Николай Матвеевич Бубнов. В битве за Днепр в числе первых форсировали реку части 27-го стрелкового корпуса командир генерал-майор Филипп Михайлович Чарахманов уроженец Исинского района. Под командованием томалинца Николая Ивановича Крылова воевала 5-я армия. В части 4-го стрелкового корпуса, которого командовал пензенец, генерал-лейтенант Василий Афанасьевич Голозунов штурмовали в Берлине правительственные здания. На стене Рейхстага гвардии старший лейтенант Василий Григорьевич Морозов оставил надпись «А мы из Пензы». Победа в Великой Отечественной войне была достигнута высокой ценой. Немалую цену заплатила и Пензенская область. 190 379 пензенцев погибли на войне. За мужество и героизм 227 наших земляков удостоены звания Героя Советского Союза. 56 тысяч пензенцев награждены орденами и медалями. Военное поколение уникальное. Его представители – настоящие энтузиасты, удивительно жизнерадостные, трудолюбивые и активные люди. Руководители, педагоги, медицинские работники, ветераны сельского хозяйства и промышленности, закаленные в детстве и юности испытаниями войны – они пример трудоспособности, организованности, самодисциплины и альтруизма. Их имена пензенцы знают и помнят. Мы должны на них равняться. Уважаемые друзья, недавно завершилось голосование за присвоение звания Город Трудовой Доблести. За Пензу проголосовало 57 тысяч человек. Мы лидируем в стране по числу голосов среди городов-кандидатов на присвоение этого звания. Как уроженец Пензы и как человек, изучавший историю родного края, считаю, что город Пенза заслужил звание Города Трудовой Доблести. Непростые два года мы переживаем с учетом коронавирусной инфекции. Мы не смогли провести массовые мероприятия в прошлом году. К сожалению, мы ограничены возможности проведения массовых мероприятий в этом году. Но хочу сказать, что в следующий год, я думаю, мы встретим полноценными мероприятиями в центре города и парадом нашего любимого артиллерийского института. Всем ветеранам войны и труда низкий земной поклон, погибшим героям вечной памяти слава, всем жителям Пензенской области желаю счастья, здоровья, мира и благополучия. С великим праздником, дорогие друзья! Спасибо, Олег Владимирович. Уважаемые друзья, просим всех встать. Государственный флаг Российской Федерации, флаг Пензенской области, знамя 354-й, Калинковичевской, ордена Ленина Краснознаменной, ордена Суворова Стрелковой дивизии и знамя победы вынести! В нашей стране будет отмечаться хоть и юбилейная, но скорбная дата, 80-летие начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941-го. Страшный день и тяжелый год. Все меньше остается тех, кто его помнит. В то раннее утро, когда большинство жителей СССР еще спали, были атакованы наши границы. С неба летели бомбы на города Белоруссии, Украины, страны Прибалки. Люди были напуганы до смерти. Неужели война? Тогда почему не объявляют по радио? И вот эта неизвестность была даже сильнее страха. Каждый из нас хоть раз в жизни пытался представить себя на их месте. И для этого необязательно слышать взрывы и надевать шинели. Достаточно вспомнить, сердцем ощутить эту тонкую нить, которая генетически связывает нас с тем поколением. И буквально насквозь пронизывает боль, вызывающая всеобщее негодование. И в то же время священное единение при слове «Война». Мы наследники той войны и потомки Великой Победы. И сегодня понять только мы сможем радость народа и беды. Ликованье цветущего мая и июньское горе большое Снова видим мы их глазами, снова чувствуем их душою. И нас тоже не нужно звать. Как один станем гордо и смело. Если скажет Родина-Мать, будем биться за правое тело. Снова и страна огромная, Снова и на смерть мой, Свощи, с веселой тёрлой, С проклятой рукой, cosine. Пусть святая 번а ростнея Снимает, как в Маргареidge в бойца народная. Священная на вою. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова Которая до конца дня с интервалом в один час Озвучивалась Юрием Левитанов Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение Граждане и гражданки Советского Союза Сегодня в 4 часа утра Без всякого объявления войны Германские вооруженные силы Атаковали границы Советского Союза Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков Наше дело правое Враг будет разбит Победа будет за нами! Много песен мы в сердце сложили Воспевая родные края Беззаветно тебя мы любили И свято-русская наша земля Ждут победы России святые Отзовись, православная рать Где я, кто и где твой добрыня Сыновей кричит Родина-Мать И снова поход Труба нас зовет Мы все встанем в строй И все пойдем в священный бой Наступает минута прощания Ты глядишь мне в тревожном глазах И ловлю я родное дыхание Не обдали уже дышит гроза Рогнул воздух туманный и синий И тревога коснулась виском И зовет нас на подвиг Россия Вик ветром от шага полков Прощай, очи край Ты нас вспоминай Прощай, милый взгляд Прости, прощай, прости, прощай Прощай, очи край Ты нас вспоминай Прощай, милый взгляд И все из нас придут назад Эх, где наша не пропадала? Двум смертям не бывать Одной не виновать Время 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Уйду я уйду! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Летчик ас, но снова приходится слушаться мне, и это последний раз. Я больше не буду покорным, клянусь, уж лучше лежать на земле. Но что же он не слышит, как бесится пульс, бензин моя кровь на нуле. Терпенью машины бывает предел, и время его истекло. И тот, который во мне сидел, вдруг ткнулся лицом в стекло. Убить, наконец-то, лечу налегке, последней силой жгу. Но что это, что, я в глубоком пике, и выйти никак не могу. Насадно, что сам я немного успел, но пусть повезет другому. Выходит, и я напоследок спел. Мир вашему дому! Мир вашему дому! Это что же были за люди, словно сделанные из стали? Не сразить ни штыком их, ни пули и ни боли, ни страха не знали. Я там не был, но деда рассказы я внимательно слушал с детства. Что служили не по приказу, а по просьбе, идущей от сердца. Ведь оно никогда не обманет. Голос сердца, в нем вера и правда. Только тем, кто за родину встанет, больше смерти не надо бояться. В начале войны преимущество немецкой армии казалось неоспоримым. Внезапное нападение, молниеносное продвижение по нашей территории и твердая уверенность в собственных силах. В кратчайшие сроки взять столицу СССР было главной целью гитлеровской Германии. 30 сентября исполнится 80 лет, как началось самое знаковое сражение Великой Отечественной войны. Битва за Москву. Она полностью разрушила миф о непобедимости немецкой армии. Аппарат наших войск на Красной площади 7 ноября 1941 года показал всему миру, что советские солдаты полны решимости защищать свою родину при любых обстоятельствах. Парат транслировался по радио на всю страну. И каждый гражданин на фронте или в тылу знал слова из речи Сталина. Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. И парад действительно вдохновил всех и каждого. Стройными колоннами, с развернутыми знаменами, войска шли чеканя шаг по брусчатке, отправляясь с Красной площади прямиком на фронт, на защиту Москвы. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ 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 Жаль, не шли мы с тобой вместе с ними в строю, Заслонили в Москву наши спины, Вместе с ними мы сделали в этом бою Первый шаг от Москвы до Берлина! Перед родник мою за страницу свою Нам рождает Москва дорога! Не руши мы с людьми, Повороты с тайной разгроим, Уничтожим врага! Перед родник мою за страницу свою Повороты с тайной разгроим, Уничтожим врага! ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok